Зелёнку из-за её уникальных свойств часто применяют дачники для подкормки огурцов и их защиты от болезней и вредителей. Основной компонент этого замечательного аптечного раствора – медь, которая очень нужна огурцам. Без меди или, если она находится в дефиците, нарушится работа корневой системы куста, прекратится интенсивный рост зелени и плодов, верхние побеги будут быстро вянуть и отмирать, а также поменяется цвет и форма листьев. Они станут жёлтыми и скрученными. А зелёнка же используется и в качестве подкормки для компенсации дефицита меди, и для стимуляции роста, и для обеззараживания почвы, и для борьбы с уже имеющимися болезнями куста грибкового характера. Медь используется в приготовлении раствором для полива и опрыскивания, а обработка делается как минимум 2-3 раза за сезон, если растение не болеет. Благодаря зелёнке растение получит много хлорофила, ускорит формирование завязей и рост плодов. Чтобы не навредить кусту, нужно выдерживать правильные пропорции для раствора. Для профилактики делается низкоконцентрированный раствор из 10 мл зелёнки на ведро воды и поливают по литру под каждый куст. А вот в борьбе с вредителями и болезнями всё будет зависеть от степени поражения. Если вредители уже заседают на огурцах или болезнь сильно спрогрессировала, нужно удалить поражённые листья и опрыскать куст раствором из 100 мл вещества на ведро воды. Если болезнь только начала появляться, сокращаем концентрацию вдвое – 50 мл на ведро. При корневой гнили на 1 л воды добавляют каплю зелёнки и поливают растения 2-3 раза в неделю. Для борьбы с мучнистой росой используется сыворотка. Берём 1 л вещества, добавляем 5 мл зелёнки и столовую ложку мочевины. Раствором обрабатываем по листу, а для профилактики всех болезней на 1 л воды разводим 1 мл зелёнки.